Что представляют собой потребительские НКО? Какие нюансы нужно учитывать при создании и функционировании таких некоммерческих организаций? Ответим на эти и другие вопросы в нашем новом видео. Деятельность потребительских обществ базируется на трех китах. Закон о некоммерческих организациях, Закон о потребительской кооперации, потребительских обществах, их союзах и Гражданский кодекс. Потребительское общество представляет собой объединение физических и юридических лиц на добровольной основе для удовлетворения определенных потребностей его членов. Создается такое общество его членами на основе территориальной принадлежности в рамках какой-либо деятельности. Это может быть производственная, торговая, посредническая или иная деятельность. Потребительские общества относят к потребительской кооперации. Это означает, что потребительский кооператив может быть создан в форме потребительского общества. Спектр создания потребительских обществ разнообразен – от торговли сельскохозяйственной продукцией до производства хлеба и мучных изделий, тортов и пирожных. Являясь НКО, деятельность потребительского общества не подразумевает основной целью денег, а прежде всего направлено на удовлетворение потребностей своих членов-пайщиков. Они вносят паевые взносы, которые могут быть внесены деньгами, ценными бумагами, земельным участком, либо другим имуществом или имущественным правом. При вступлении в потребительское общество нужно также заплатить и вступительный взнос. Он вносится единовременно деньгами. Средства вступительного взноса расходуются на покрытие расходов, связанных со вступлением в потребительское общество. Регистрация некоммерческой организации – процесс затяжной во времени и занимает около месяца. При этом должны быть заранее подготовлены и учредительные документы НКО, выбран юридический адрес, да и само заполненное заявление не должно содержать ошибок или неточности. Если вам нужна оперативная и грамотная регистрация некоммерческой организации, компания «РосКо» поможет. Наши эксперты имеют соответствующее знание и опыт взаимодействия с государственными инстанциями, следят за всеми изменениями в законодательстве. Мы подберем оптимальную форму НКО и режим налогообложения, подготовим и подадим пакет документов. Занимайтесь своими делами, всю бюрократию «РосКо» возьмет на себя. Стать членом потребительского общества может как физическое, так и юридическое лицо. Для этого нужно внести вступительные и паевые взносы. Отметим, что иностранцам также открыт путь для вступления в потребительское общество. Порядок и сроки внесения взносов определяются уставом. Для того, чтобы стать членом общества, необходимо написать заявление о приеме. В заявлении указываются персональные данные потенциального пайщика. Для физических лиц – ФИО, дата рождения и места жительства. Если гражданин не имеет своего заработка, а живет на государственные пособия, стипендию, пенсию – об этом указывается в заявлении. Для юридических лиц – название компании согласно регистрационным документам . Максимальный срок для принятия в ряды пайщиков не больше 30 дней. Этот срок может быть сокращен, если уставом потребительского общества прописаны иные сроки. При положительном рассмотрении заявления членом выдается документ, который удостоверяет их принадлежность к потребительскому обществу. Например, это различного рода удостоверения, либо книжки, в которых вписывается ФИО, либо название компании пайщиков общества. Минимальное число учредителей – не менее 5 физических лиц и не менее 3 юридических лиц. Потребительское общество может быть создано только физическими лицами, причем возраст учредителей может быть 16 лет и старше, либо только юридическими лицами. Учредителем документов потребительского общества является только устав. К нему предъявляются общие требования, а сам устав утверждается на собрании членами потребительского общества. Для разработки устава правильнее всего будет обратиться за помощью юристу. Пайщики могут добровольно вступать и выходить из общества, пользоваться всеми льготами, которые действуют для членов общества. Также они имеют право в любой момент выйти из потребительского общества. Достаточно только подать заявление о своем желании. Помимо добровольного выхода, пайщика могут исключить из общества в связи с грубыми нарушениями устава, либо в случае ликвидации. При выходе пайщику оплачивается паевый взнос, а уплаченный вступительный взнос не возвращается. При введении бухгалтерского и налогового учета нужно учитывать особенности, связанные с правовым статусом НКО. В части бухгалтерской отчетности потребительские общества должны сдать бухгалтерский баланс отчет о целевом использовании средств и приложения к ним. Поскольку работа потребительских обществ не ставит перед собой основной задачей получения прибыли, то государством предоставляются налоговые льготы. Особенностью учета потребительских обществ является необходимость учитывать средства пайщиков и формирование паевого фонда, обеспечить раздельный учет доходов от предпринимательской деятельности. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему и юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с РосКо.